Банкиры Жамарта Ертаева для дискуссии в финансовом клубе ждали долго. Его график расписан практически поминутно на несколько месяцев вперед. Личность он интересная и даже скандальная. Бывший руководитель Альянс и Евразийского банков успел не только отследить срок за финансовые махинации, но и вновь обрел высокий статус, стал консультантом совета директоров Банка РБК и Казакбанки. Главный вопрос господину Ертаеву касался девальвации тенге. Банкир сообщил, что странный шаг Нацбанка в обвале национальной валюты ему не понятен до сих пор. Национальный банк не озвучил дальнейшие шаги. То есть была сделана девальвация, потом была попытка объяснить, почему она была неизбежна, и все. Что будет дальше? Что будет с учетом ставки рефинансирования? Мы задавали этот вопрос, нам не озвучит. В частный сектор Казахстана с момента кризиса 2007 года перекредитован. Банки налево и направо сыплют суды, да и сами люди, не задумываясь о последствиях, берут у банков долг. При этом не торопясь отдавать. По объему просроченной задолженности республика занимает одно из лидирующих мест в СНГ. Финансист Жамар Тиртаев выступает за то, чтобы система выдачи кредитов была намного сложнее, чтобы человек сто раз подумал, прежде чем загнать себя в кабалу. Нельзя брать кредит за 15 минут. Я нес эту карму, я, по-моему, не несу ее до сих пор. Я, с одной стороны, горжусь своей работой в Альянсбанке, но есть единственная вещь, которую я не стыжусь, я был молод. Это моя ошибка. Мы занимались прямым ростовщичеством. Я сейчас занимался прямым ростовщичеством. Де юра. И с точки зрения финансов я сделал все правильно. Но с точки зрения общечественной морали, на мой взгляд, потом, внимательно прочитав Данте, Божественная комедия, это седьмой круг ага. Не оставил без внимания банкир Ертаев и тему создания Евразийского экономического союза. С позиции финансиста этот проект он одобрил, аргументируя тем, что выиграет потребитель, поскольку Россия придет на рынок Казахстана. Однако ответить на вопросы, есть ли опасность потери суверенитета республики, Ертаев не смог. Как и не дал собравшимся гарантии в том, что из экономической интеграции не последует политическая. Субтитры создавал DimaTorzok